МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Петрович, добрый день. Добрый день. Очень приятно вас приветствовать. Мы в том же составе, уже на традиционном нашем интервью главы. В прошлом году вы рассказали, что губернатор поставил перед вами три основных задачи для Ленинского округа. Это строительство социальных объектов, решение дорожной ситуации и решение вопроса обманутых дольщиков. Как обстоят дела с этим на сегодняшний день? Действительно, на мой взгляд, это три важнейших вопроса для Ленинского округа. Причем два из них, не будем говорить, что бесконечные, но которые будут продолжаться, которые будут стоять на повестке дня у нас на протяжении еще какого-то количества времени, дольщики, я очень надеюсь, что все-таки ближайший год-два эта проблема окончательно уйдет из нашей повестки. Поэтому, наверное, с них и начнем. В начале года были введены пять корпусов в ЖК Булатниково. Там есть еще небольшие моменты до сих пор, потому что люди въезжают, люди отделают свои квартиры, но, тем не менее, проблема потихонечку решается. И, что важно, не было допущено появление новых дольщиков. В южном, видно, введен корпус, в зеленых аллеях. Тем не менее, вопросы еще остаются. В том же ЖК Булатниково еще десять корпусов, из которых по семи у нас есть понимание, где источник финансирования для достройки. У нас новая развилка, которая была целая эпопея с большим недоверием жителей. Там мы нашли частного инвестора, который сейчас строится. И в 2020 году все-таки хотим, чтобы не очередями, а целиком этот вопрос был решен и закрыт. Я считаю, что мы движемся. Есть еще большой проект. Это «Видный город». Это там, где застроены за счет федерального фонда, за счет федеральных денег. Надеемся, что в 2022 году все десять корпусов будут закончены. Что касается транспортной ситуации. На повестке дня, что называется, буквально каждый день занимаемся. Причем, если вы помните, предыдущий год, когда расшивалась ситуация внутри старого города, в этом году открыт выезд из шестого микрорайона. Причем и, что называется, и въезд, и выезд. Открыт выезд из зеленых аллей. И с точки зрения перспективы, может быть, об этом позже будем говорить, вы видите, что сейчас начатая реконструкция на примыкании М4 или улицы Липецкой и МКАДа. Это то самое недостающее звено, чтобы позволить, чтобы те машины, те люди, которые выезжают сейчас из Видного, они не становились на примыкании МКАДа, а могли органично встроиться, уехать в Москву или поехать куда-то на МКАД. Что касается строительства социальных объектов, то вы помните, год начал с открытием пристройки к гимназии. В середине года была открыта долгожданная школа в пригороде Лесное. И буквально перед Новым годом, буквально несколько дней назад, мы открывали детский сад в зеленых аллеях. Тоже долгожданный, тоже многострадальный. Есть еще несколько моментов. Это и мини-сады, мест, в которых у нас создано порядка 700-750. Это, может быть, не всем понятная история, но, тем не менее, она пользуется у родителей спросом. И мы эти места заполняем целиком и полностью. Ну и вы знаете, что был из частных рук выкупен детский сад «Созвездие», который полноценный, хороший, современный детский сад. Он тоже сейчас функционирует в составе нашей муниципальной системы образования. В прошлом году вы получили из рук губернатора премию «Прорыв года» в номинации «Чуткая власть». Скажите, на настоящий момент у вас есть вот это понимание того, что хотят люди, что хотят жители округа? Вы знаете, Владимир Владимирович в своем послании к Федеральному собранию санцентировал внимание на таком выражении, что люди не просто хотят, люди справедливо требуют перемен. Причем перемен, что называется, здесь и сейчас. И этот же тезис Андрею Юрьевичем положен в принцип работы Московской области и, соответственно, транслируется на каждый муниципалитет. Здесь есть одна особенность, что каждый человек, он воспринимает мир, вот эту комфортность и перемены вокруг себя. Это его квартира, это его подъезд, его двор, и, соответственно, его автомобиль, парковочное место. В этом есть, скажем так, упрощение. Казалось бы, сделать, ну, относительно, в кавычках, счастливым одного человека не так и сложно. В то же время мы понимаем, что локации, ну, скажем, пригород лесное, там и дрожжено, они по своим желаниям и требованиям ко власти, они совершенно могут быть противоположны. Собственно, что заботит одних, совершенно не заботит других. Здесь мы четко понимаем те системы коммуникации, которые сейчас есть, начиная с добродела, начиная с личных приемов, которые, я считаю, принципиальны. Каждый понедельник я и на неделе все мои заместители ведут этот личный прием с тем, чтобы, что называется, посмотреть людям в глаза. Повторюсь, этот принцип коммуникации для нас жизненно важен, будем его продолжать. Есть государственные программы, которые согласованы, есть голосование на доброделе, люди высказываются, и, повторюсь, мы это, я назову это словом даже не гонка, вот я начал с того, что есть история, которая неконечная. Строитель социальных объектов, расшивка, дорожная ситуация. Мы будем заниматься этим вечно, так или иначе, ремонтировать дороги, ремонтировать дворы, а в прошедшем году их 25 было отремонтировано. Говоря об общественных пространствах, мы, говорим, там скверсосинки, которые тоже давно, года два, там из-за пандемической ситуации тоже переносился. Я помню, конец того года, даже начало-начало этого уже, это лыжероллерная трасса, к которой лыжники пришли и сказали, да, хорошо, но надо не два, а три километра. Казалось бы, мелочь, вот, ну, я на лыжах не езжу, да, освещенная, с теплыми раздевалками, но три позволяет проводить международные соревнования. Да, добавили денег, сейчас она готова, вот уже даже удалось повстречаться, говорят, хорошо, поехали. И такие вещи можно продолжать, эти желания и требования у людей, они будут бесконечны, и в этом, на самом деле, интерес, смысл нашей работы. Ну, вот какие особо значимые события, которые были вот в этом году, вы хотели бы выделить, особенно выделить? Вы знаете, большим значимым событием, и так, нашей объективной реальности, это все-таки пандемическая составляющая. К огромному сожалению, ковид никуда от нас не ушел, и наша стационарная больница с почти пятистами количеством коек, она продолжает в этом режиме работать. Понятно, что местные жители в этом смысле лишены каких-то услуг, которые раньше могли получать в этом учреждении, но, тем не менее, мы понимаем, что это одна большая беда в целом и Московской области. Тем более, что особенность как раз нашей больницы в том, что она оказывает профильные, допустим, там по травме, по хирургии услуги с больным с ковидом, то есть в этом вся специфика. В этом году прошли большие выборы, большой единый день голосования, это выборы в Федеральное собрание Государственной думы, это выборы в областную думу, а мы понимаем, что те депутаты, которых мы выбираем, в общем-то, это те люди, с которыми нам жить, и у нас есть депутаты наши местные, это Вячеслав Александрович Фетисов, Лавер Петрович Жук, которые активно участвуют в жизни территории. Я хотел бы поблагодарить каждого, кто нашел время, возможность прийти, проголосовать, сделать свой выбор. Огромнейшее событие, это уже практически конца года, это перепись, итоги которой еще будут подведены, там и окончательная цифра будет затверждена, но для нас критично важно, мы еще года полтора-два, вот практически сразу после прихода, было ощущение о том, что та цифра, которая порядка 180 тысяч в официальных статистических данных, она не соответствует никаким реалиям, и действительно, то количество закрепленного населения в медицинских, в учебных учреждениях, по линии правоохранительных органов, оно значительно превышало, и вот перепись показала, что порядка 370 тысяч в Ленинском округе по состоянию вот на сентябрь-октябрь 2021 года проживают. Я бы еще одно событие отметил, это Олимпийские игры, Олимпийские игры – это значимое событие всегда для страны, но нам приятно, что два наших парня, которые, что называется, плоти от плоти Ленинского округа, Евгений вообще стал двукратным олимпийским чемпионом, ну и в эстафете тоже вместе взяли серебряную медаль, это высочайшая заслуга, это, как вы знаете, олимпионик, это на всю жизнь, оно не бывает бывшим, Олимпийский чемпион не бывает бывшим. Действительно, богатый был год. Какие приоритетные задачи, на ваш взгляд, в будущем году потребуют и самого пристального внимания, и самого большего, наверное, приложения сил? – Ну, возвращаемся к началу нашего с вами разговора, да, у нас есть обманутые дольщики, я очень надеюсь, что процентов 90, ну вот кроме ЖК Булатникова, где надо до конца найти еще источник финансирования оставшихся корпусов, мы эту историю закроем и однозначно не допустим появления новых объектов, даже те, которые сейчас идут, скажем так, тяжело, всесторонне стараемся помогать застройщикам, изыскивать какие-то варианты для решения. И плюс транспортная история – это реконструкция Володарского шоссе и Каширского шоссе до МКАДа. Я считаю, что эту задачу, эту проблематику и перед Андреем Юрьевичем, и перед правительством мы ставим как номер один, потому что без этого, к огромному сожалению, а там, ну, в моем понимании, там через год-два там будет уже порядка ста тысяч человек, которым необходимо это решение. Ну и социальные объекты по школам, у нас три школы в президентской программе, это в БИЦе, это в Развилке и в Дрожжино. Плюс ко всему инвестиционные школы, которые будут строиться. То есть в ближайшие годы, буквально 2-3 года, мы планируем, что это будет порядка 7 школ, да, там порядка 6 тысяч мест будет создано. Ну и детские сады, детские сады – это бесконечно, их надо строить. То есть нам где-то сейчас надо, наверное, построить порядка 20 детских садов, больших для того, чтобы расшить эту ситуацию. К сожалению, это невозможно, но, тем не менее, это не значит, что этим надо перестать заниматься. То есть есть такие вопросы, решения которых жители ждут, но это невозможно в ближайшую перспективу. Что-то еще можно назвать из этого? Нет нерешаемых вопросов. Вот недавно этот вопрос возник, и Андрей Юрьевич к нескольким моим коллегам обращался. То есть пессимисты вы или все-таки вы верите в то, что будет исполнено? Если пессимисты не верят, что нужно заканчивать с этой работой. Другое дело то, что это всегда ограниченность финансовых временных каких-то ресурсов. И, повторюсь, мы уже касались этого, каждого человека интересует. Каждый человек является центром своей вселенной, то, что вокруг него. Приведу пример ситуации. Вот мы занимались очень плотно транспортной ситуацией в Государевом доме. Она, ну, будем говорить, до степени удовлетворительной, сейчас особенно, когда погодные условия соответствуют, случилась. Но мы понимаем, что для того же самого пригорода Лесного, уже упоминаемого, она пока без реконструкции шоссе мы не обойдемся. У нас есть аварийный фонд, который вошел в программу реновации. Вроде бы его немного, это там чуть больше тысяч человек, 20 тысяч метров. По сравнению с другими муниципалитетами, очень немного. Тем не менее, естественно, каждый из этих тысяч человек хочет жить в человеческих условиях. Дороги, дворы, там, если мы будем говорить про зеленые аллеи, которые много очень вопросов нам ставят, там тоже школа, сад заканчиваются проектированием. Но, тем не менее, Тарачевский пруд, мы полтора года назад начали заниматься проектированием. В следующем году он войдет в программу. Уже мы понимаем, что он случится. Переход через железную дорогу в Расторгу. Я помню, на Совете вызвало большое количество дебатов. Отдельные депутаты задавали вопрос, зачем мы забираем его себе, надо требовать с РЖД. Но вот я вот сколько себя помню, в сознательном возрасте, этот мост стоит в таком состоянии, только ухудшается с каждым годом. Буквально, подводя итоги, в среду, когда подводили итоги рейтинга 45 с Игорем Борисовичем Тресковым и с Минфином разговаривали на эту тему, с 99% вероятностью все-таки Игорь Борисович помогает в этом смысле. Денежные средства уже в этом году придут, и мы демонтируем старый мост, и будем строить новый, современный, с тем, чтобы людям было комфортно. Можно продолжать, знаете, для каждой локации, ведь свой есть интерес, и где-то там болезненные точки, где-то люди видят, что что-то происходит, и готовы потерпеть, но планы, планы, что называется, бесконечны. Ну, говоря о оптимистах и пессимистах, хотелось бы задать такой вопрос, как вы оцените деятельность вашей команды? Конкретно по 2021 году мы сейчас как раз сегодня обсуждали предварительные итоги, то место, которое занял Ленинский округ в череде других муниципалитетов, удовлетворения нет. Но, в принципе, удовлетворение лично я, если испытываю, то, знаете, такое очень короткое, с тем, что удачно удалось что-то сделать, надо выдохнуть, похвалить отличившихся и продолжать бежать дальше. Но 21 место после 2012 в прошлом году точно совершенно не может вызвать каких-то положительных эмоций. Мы обязательно соберемся, то есть каждый по своему профилю уже начал отрабатывать. А по поводу удовлетворения работы команды, ну, то есть если мой заместитель будет не дотягивать, не будет меня устраивать, он, естественно, просто не будет работать. Это достаточно простая конструкция, и каждый из них об этом знает. Уже принят главный финансовый документ на будущий год – это бюджет. Чем он отличается от бюджета прошлого года, и на что в первую очередь пойдут средства? Ну, если вы посмотрите на абсолютные параметры бюджета, он у нас приближается к 15 миллиардам в следующем году. Это первый раз такое случилось, и особенно отрадно сказать о том, что я помню, что два года назад мы мечтали о 5 миллиардах собственных доходов. В 2022 году мы ставим в план 6 миллиардов 100 миллионов. Это очень большой рост. Мы, наверное, поговорим о той базе, которая является этой основанием. Это не просто цифры, это то, что позволяет нам участвовать в государственных программах, а там всегда есть процент софинансирования. Это деньги области, деньги федерации, обязательно деньги муниципалитета. И как раз вот те школы, про которые я говорил, они все в государственных программах, позволяют строить школы, дороги. У нас на 2022 год план 30 дорог, допустим, отремонтировать, 30 дворов. Это все те самые денежные средства. А с точки зрения социальной направленности, ну, порядка 97% расхода, расходной части бюджета, они, во-первых, в государственных программах, у которых 18, а во-вторых, направлены на социальную сферу. А это образование, культура, спорт, другие какие-то мероприятия. Повторюсь, большие средства, которые в бюджете предусмотрены, подразумевают, что еще больше усилий надо будет приложить к тому, чтобы исполнить эти программы качественно и обязательно в срок, потому что это тоже для человека важно. Ну, вот двор, отремонтированный в июле и в ноябре, это две большие разницы. Но продолжая тему бюджета, за счет чего пополняется муниципальная казна и как вы оцениваете развитие экономики округа? По очереди отвечу на вопрос. Есть три основных налога, которые являются доходными для местного бюджета. Это НДФЛ, это тот налог, который каждый из нас с вами уплачивает по месту своей работы, те самые 13%, часть из которых зачисляется в местный бюджет. Налог земельный, который в полном объеме попадает. И налог на имущество физических лиц, это те квартиры, дома, которые мы вами владеем. Значительная часть, я думаю, что процентов до 40 собственных доходов, это вот именно отсюда. Есть еще муниципальные имущества, это, допустим, продажи земельных участков, сдача в аренду. Тоже значительно занимаемся этим. Касаясь экономики, то у Ленинского, как и у многих по ремкадных территориях, есть своя специфика. Это развитие малого бизнеса. В этом году порядка 300 предприятий подобных появилось, даже 340, я думаю. И создано порядка 4000 рабочих мест. На самом деле это тоже, это немного. Казалось бы, цифра большая, но это немного. Мы понимаем, что население увеличится примерно на 20 тысяч ежегодно. А это дополнительные те же самые школы, детские сады и желание человека работать рядом. Потому что выйти из дома, чтобы до работы было 10 минут или 15, или 2 часа ехать, тоже, согласитесь, это разное качество жизни, разная комфортность. Совсем недавно на территории на нашей прошел съезд Совета муниципальных образований. И вас можно поздравить с тем, что вас вновь избрали председателем Совета. Вот что для вас это? Общественная нагрузка, опыт полезный? Вот как вы оцениваете это избрание? Ну, опыт, безусловно, полезный. Это интересно. Я уже говорил об этом, так в шутку с коллегами называем, это профсоюзом глав муниципалитетов Московской области. Это очень интересная и очень, знаете, как познавательная площадка для того, чтобы пообщаться с коллегами и обвиняться где-то опытом, где-то поделиться, а где-то сравнить, что называется, просто настроение или отношение к тем или иным проходящим процессам. Раньше это все-таки происходило с большей интенсивностью очной встречи. Потом пандемическая ситуация перевела многие наши встречи в режим онлайн. И я думаю, что вот этот режим онлайн, режим ВКС, он во многом сохранится, хотим мы или не хотим. Да, мы видим, как сейчас и на федеральном, и на областном уровне это приобретает все больше и больше масштаб. Но вот именно общее собрание, оно позволило собраться практически всем главам всех муниципалитетов. Я благодарю и коллег, и наших областных руководителей за доверие, то, что позволили второй срок подряд избраться на эту должность. Ну и с своей стороны, понимая, что корпус глав, он тоже обновляется, обновляется достаточно интенсивно. То есть, обязуемся где-то подсказывать, где-то делиться опытом. Ну и если необходимо наше участие в каких-то других мероприятиях, то, конечно, будем принимать. Но кроме всего, в декабре вы вошли в состав Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте Российской Федерации. Расскажите о предстоящей деятельности. Слишком еще мал период моего участия в этом Совете. Тем не менее, в одном заседании уже удалось принять участие. Оно было посвящено строительству, как раз бюджетному строительству и тем особенностям, трудностям, проблемам, которые есть. И медицине, развитии медицины на местах. Это вот два момента, два вице-премьера правительства федерального докладывали. Очень интересно, когда ты понимаешь, что на этих совещаниях, на работе этого Совета закладываются, ну, как бы констатируются, сложившись ситуации, закладываются те тренды, куда государство в целом будет двигаться. То есть там участвовал председатель Государственной Думы. И вот те некоторые законодательные акты, законы, которые принимались даже день в день, о чем было сказано спикером, ну, это говорят, что называют, знаете, как в портере в театре сидеть, то есть воспринимать. Вот все это, более того, было познавательно посмотреть на то, как президент ведет эти совещания. То есть такой глубокой погруженности, когда каждый министр сидит, что называется, на нерве, понимая, что Леонид Леонидович может задать вопрос, спросить, даже не относящись к повестке, а у тебя нет даже минуты на раздумывание, как в том же самом, там, что, где, когда. Это задает новый, ну, скажем так, уровень для самого себя и желание этому соответствовать. То есть вот я, например, после этого заседания четко понял, что готовиться надо немножко по-другому. Там вполне возможно рассказывать придется не только про Ленинский городской округ, а в целом про Московскую область, о чем мы в том числе и обсудили с Андреем Юрьевичем после, он согласился с этим. Ну, скажите, а при такой нагрузке у вас остается свободное время? Как вот вы отдыхаете? Ну, его не очень много, тем не менее, конечно, там, скажем, выходной или один день или полдня, там, когда они остаются, вот, из последнего, наверное, могу сказать, что мы с коллегами, с нашими по администрации, какими-то службами областными, федеральными, которые базируются, которые работают в Ленинском округе, вот, начали играть в хоккей. И при том, что многие, некоторые вообще не стояли на коньках никогда, я когда-то в детстве, тем не менее, начали с нуля, и раз в неделю тренируемся, где-то с травмами, но и с огромным удовольствием. Как называется ваша команда? Видная, с эмблемой, то есть приглашаем вас в понедельник, если будет... То есть зрителей приглашаете? Конечно. Конечно. Отлично. Насколько я знаю, в преддверии праздника вы приняли участие в акции «Исполнить детскую мечту». Вот, я сам снимал этот момент, когда вы снимали как раз с елки эти вот очень трогательные письма детей, причем несколько штук. А у вас у самого есть мечта и какая она, если не секрет, конечно? Ну, мечта, я бы не стал говорить, она, если есть, то, наверное, где-то, я сейчас не сформулирую совершенно точно, знаете, у меня есть какие-то так желания или, скажем, планы на ближайшую перспективу, там, на перспективу года или, может быть, чуть дальше, что-то из них связано с работой, что-то из них связано с личной жизнью, да, и, соответственно, есть, как сейчас принято и модно говорить, дорожная карта по достижению тех или иных результатов. Вот, когда это случается, да, наверное, я счастлив, там, больше или меньше от того, что это получилось, но, повторюсь, краткий миг, когда мы порадовались, там, с коллегами или я внутри себя, и, соответственно, мы продолжаем двигаться дальше, к следующему результату, там, ну, пусть будет к следующей мечте. Ну, мы понимаем, что изменить жизнь к лучшему можно только все вместе, совместными усилиями, но с этим пожелайте что-нибудь жителям нашего округа. Знаете, это, наверное, не то, что непросто, это, с одной стороны, просто можно пожелать здоровья, можно пожелать удачи, а я бы, наверное, так сформулировал, ленинский округ – это то место, где мы работаем, где мы живем, да, где мы проводим подавляющую часть своей жизни. И я бы пожелал, знаете, в хорошем смысле любить то место, вот, где ты работаешь, где ты живешь, где-то замечать перемены, и давайте мы будем друг к другу чуть-чуть, может быть, добрее, чуть-чуть участливее и чуть-чуть, чуть-чуть добрее. Алексей Петрович, спасибо, что нашли время в вашем плотном графике и согласились ответить на наши вопросы. Спасибо вам большое и всех с наступающим Новым годом. Субтитры создавал DimaTorzok